Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Никита Кузнецов решил завести себе подружку. Знакомьтесь, это мисс Панасоник. Марина Африкантова и Андрей Чуев агитируют поклонников голосовать в финале за пару Саши, Гозиас и Кости Иванова. У нас шансы на победу очень малы, а ребята в случае выигрыша обещали с нами поделиться. Мы сыграем две свадьбы в один день. Ну а пока, по данным голосования, в конкурсе побеждает пара Саши Артемовой и Жени Кузина. Голосование продлится до 7 февраля, причем ведущие обнулят предыдущие голоса. Итоги голосования будут объявлены 14 февраля. Петр Шепель по просьбам телезрителей показал свою фотографию без бороды. Пока сбривать бороду не планирую, говорит он, не для кого. Ваня Заря сообщил, что почти все участники на поляне больны гриппом. Маша Кахно по направлению от проекта Дом-2 отправилась на консультацию к психологу. У девушки много проблем и справиться она с ними не может. Тата Абрамсон и Валера Блеменкранс узнали пол будущего ребенка. Тата написала в своем микроблоге. «Сегодня самый лучший день в нашей жизни. Мы узнали пол малыша и увидели на УЗИ, как она двигает и поднимает ручки. Я так хотела девочку». Ольга Бузова опубликовала фотографии с очередной фотосессии. Всеобщее возмущение вызвало развратная поза Ольги на одном из снимков. Многие считают, что этот кадр очень неудачен. Женщина без рук, с телом ребенка и с ногами Гулливера. Илья Яббаров доказал своим подписчикам, что он не бездельник. Он опубликовал фотографию, на которой ему 20 лет. Он только что уехал из дома в Москву и работал на стройке рабочим. «Я никогда не бресговал ни на какой работе», – написал Яббаров. «Труд – это святое. Мне никто и никогда не делал подачки». На телеканале «Пятница» стартует новый проект «Инстаграмщицы». И среди героинь оказались Нелли Ермолаева и Женя Феофилактова. Девушкам устроят безжалостные испытания. Они будут жить обычной жизнью, без интернета, без фотошопа. Будут работать на обычной работе, например, продавщицей рыбного отдела или домработницей. Бывший участник телепроекта Рустам Петрович Солнцев под видом кастинга на Дом-2 гастролирует по многим городам. И после его выступления на белорусских сайтах обсуждают ход мероприятия и хамское поведение Рустама. Многих оскорбили высказывания Рустама и его манера поведения. Он кричал, что некрасивым девушкам и без утиных губ на проекте делать нечего. Николай Должанский не перестает шокировать своих подписчиков. Он опубликовал в своем блоге неприличное видео для взрослых. На нем запечатлено соитие и любовные игры Коли и его новой девушки Екатерины. Многие убеждены, что Должанский явно страдает психическими отклонениями. Пользователи соцсетей нашли девушку, которая удивительным образом походит на Ольгу Бузову. Эта девушка Анастасия Головинова, которая живет в Москве, занимается дизайном одежды и является счастливой мамой. Она уже устала от постоянных сравнений со знаменитостью. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok